В сентябре крупнейшая молодежная организация страны отметила свое 15-летие. Сегодня Белорусский Республиканский Союз Молодежи объединяет школьников, студентов и работающую молодежь во всех уголках республики. И для нашего региона и в масштабах Беларуси знаковыми стали студотрядовское и волонтерское движение Белорусского Республиканского Союза Молодежи, работа по формированию здорового образа жизни и патриотическому воспитанию поколения Next. О приоритетах организации в актуальном интервью программе рассказал первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Игорь Завалей. В сентябре 2017-го крупнейшая молодежная организация страны отпраздновала свое 15-летие. Интересно, какими делами и проектами встречали день рождения здесь на Гомельщине? Ну, конечно, знаменательная дата. За 15 лет было очень много сделано. За 15 лет очень много выходцев с организаций, которые уже занимают и ключевые посты, и в районах, и в области. Поэтому мы в первую очередь, наверное, ставили для себя задачу постараться собрать где-то в каких-то определенных местах этих людей. Назвали это диалог поколений. То есть все из молодежи по-прежнему остается кузнецей кадров? Да, несомненно. Парни, которые, и девушки, которые толковые, которые понимают, что от них хотят, ставят перед собой цели и задачи, выполняют их. Они всегда на виду, и, ну, больше года они не работают, как правило, в организации, они сразу уходят на повышение. Либо это в исполнительную власть, либо руководителями, замруководителей в какие-то учреждения. И вот в рамках 15-летия празднования мы попытались собрать таких людей, которые были первыми секретарями, и сейчас занимают какие-то посты, и пообщаться, как было тогда, что есть сейчас. Какие-то, может, предложения от них, да, вот они видят со стороны. И вот в этих спорах, да, мы хотели, чтобы родились какие-то истины, которые мы могли бы потом применить для дальнейшей деятельности нашей организации. Это, конечно, еще и хороший пример для молодежи, которая была приглашена. Конечно, благодаря таким примерам ребята видят, что может дать организация, и более активнее себя вести именно в деятельности организации. Благодаря союзу молодежи они могут достичь тех высот, которых, если бы они были одни, ну, наверное, бы не смогли приблизиться к ним. Буквально коротко об основных направлениях союза молодежи, пользуясь случаем, думаю, что уже сегодня смело можно отчасти подвести первые итоги трудового семестра 2017. Каким оказалось это лето для студотрядовского движения здесь у нас, в Гомельской области? По-прежнему у нас в приоритете семь направлений, я, наверное, назову самые главные, это 100 идей для Беларуси, волонтерское движение, студотрядовское движение, ну и патриотическое воспитание. Что же касаемо студотрядовского движения, этот год был нелегким, и он еще не завершился, сейчас идет еще уборка сельхозпродукции. В этом году мы столкнулись с проблемой небольшой, именно оформление студотрядовского движения. Ведь что такое студотрядовское движение? Это одна из форм занятости молодежи, трудоустройства молодежи. И именно в студотрядах есть определенные трудности документальные по оформлению. И сейчас Гомельская область направила на уровень республики предложение о том, как усовершенствовать на законодательном уровне эту процедуру, чтобы упростить оформление студенческих отрядов. Но самую главную функцию союза молодежи мы выполнили. Мы нашли работодателей, и мы нашли молодежь, которая хочет заработать свою первую рубль. Кстати говоря, сколько таких счастливчиков оказалось в Гомельской области в этом году? Первая цифра уже есть? Да, есть оперативные данные. На сегодняшний день это порядка 6 тысяч, это индивидуальное трудоустройство, и полторы тысячи в студотрядах. Но еще трудовой семестр не закончен, и поэтому, я думаю, эти цифры изменятся. 15 лет союза молодежи. Как за это время поменялась организация? Конечно же, она очень сильно изменилась. И, как сказал глава государства на 42-м съезде, что мы повзрослели. То есть, если, когда это все создавалось, еще никто не знал, какой будет итог, то сейчас видят, что есть конкретные направления, есть конкретные дела, есть конкретные участки по работе с молодежью, за которые мы отвечаем. Поэтому это говорит о том, что, наверное, результат есть, и он неплох. 15 лет – это все-таки подростковый возраст. Наверняка есть проблемы и недоработки. Вот какие из них сегодня под особым контролем руководители организации? Ну, в первую очередь мы стараемся не распыляться. Все-таки заниматься всем и ничем – это, наверное, уже вчерашний день. Нам сегодня надо определить основные болевые точки в работе с молодежью и работать именно там. Проблемы, какие я вижу, ну, у каждого направления свои проблемы. Но в общем, скажем так, если сказать, в общем, какие проблемы – это, наверное, нам больше черпать инициативы снизу. Не предлагать молодежи что-то от себя, а брать от них инициативу и стараться ее реализовывать уже в областном масштабе. И, может быть, даже выносить на уровень республики. Пусть бы больше таких проектов было родом из Гомельской области. Что ж, спасибо за интервью, успехов в делах и до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо вам.